Девушки отдыхают Газель на полной скорости врезалась в стоящую фуру на улице Тецовская Кабина грузовика уничтожена полностью А также сгорели овощи для школьных обедов Последствия крупного пожара на фермерском складе Это и не только прямо сейчас На ровной дороге не справился с управлением, пробил забор И влетел в бытовку охранников предприятия на улице Кожевенная Лишь по счастливой случайности людей внутри не было Во всем водитель ховера винит скользкую дорогу Но автоинспекторы убедились, мужчина сел за руль пьяным А сотрудники организации рассказали на Фисе Минязовой Что их забор весьма притягателен для автомобилистов Причину всему водитель внедорожника видел в скользкой дороге Поэтому, говорит, его занесло После чего автомобиль влетел в забор одной из организаций на улице Кожевенная Протаранив ограждение, внедорожник влетел в вагончик Но благо людей в нем не было Но, как сообщили сотрудники предприятия, если бы происшествие произошло летом Могли бы быть и пострадавшие Зимой эта бытовка, как правило, пустует Но в соседней, в паре метров от этого и в момент происшествия находились охранники Услышав сильный грохот, они вышли на улицу и увидели страшную картину Открыл дверь, посмотрел, машина стоит Все, дверь закрыл, позвонил начальнику Недорожник почти наполовину влетел в вагончик Прибывший на место происшествия сотрудники автоинспекции заподозрили Что главная причина все же в состоянии водителя ховера А в состоянии ховера? Нет А в состоянии ховера? Нет Ноль целых? Наверное, не знаю Потом автоинспекторы ему показали Прибор определил, что у водителя в литре выдыхаемого воздуха было 735 тысячных миллиграмма чистого алкоголя При допустимых 16 сотых Водитель в момент происшествия был не один Но не он сам, ни пассажир никаких травм не получили Пострадали только имущества организации и внедорожник Сейчас мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей И лишение водительского удостоверения сроком до двух лет Помимо этого он будет обязан возместить нанесенный ущерб предприятию К слову, как признали сотрудники организации Такое происходит у них не впервые Буквально пару недель назад, по их словам, автоледи протаранил забор в этом же самом месте Тогда владелец предприятия будто чувствовал, что подобное повторится И заказал чуть больше материалов для ремонта Нафиса Миниазова, Константин Бушуев, вызов 112 Беременная автоледи пострадала в результате аварии на танковом кольце Там три иномарки столкнулись по принципу домино Opel Astra протаранил сначала Kia Sportage, в котором и находилась пострадавшая девушка Внедорожник, в свою очередь, отбросила на Volkswagen Polo С места происшествия Алина Мусина Сразу после столкновения беременная автоледи, управлявшая автомобилем Kia Sportage Была госпитализирована в больницу Девушка получила травму живота и чувствовала себя плохо А тем временем остальные участники аварии остались разбираться в обстоятельствах произошедшего Водитель Volkswagen рассказал, что стоял перед выездом на танковое кольцо, пропуская поток транспорта Вдруг сильный удар иномарку протаранил Kia Sportage Но на это его в прямом смысле слова толкнул Opel Astra, врезавшийся в кроссовер сзади Предполагаемый виновник рассказал остальным участникам происшествия, почему произошла авария Просто не убедился за опасность своей На место происшествия приехали автоинспекторы Степень вины предполагаемого виновника станет известно после постановки точного диагноза пострадавшей Алина Мусина, написание Нязова, Константин Бушуев, вызов 112 Автоледи за рулем киерею на улице Несмелого протаранила забор Она зацепила его задней частью своего автомобиля, после чего машина отлетела дальше на проезжую часть Девушка рассказала, что причиной тому стал скользкий асфальт В происшествии она не пострадала и отделалась лишь испугом А вот автомобиль получил значительные повреждения Крупная авария произошла накануне на пересечении улиц Парижской коммуны и Габдулойтукая Там столкнулись Volkswagen, Tiguan и Skoda Rapid По рассказам участников дорожно-транспортного происшествия Автоледи на внедорожнике, ехавшая по второстепенной дороге, не уступила легковушке Обо всем по порядку в репортаже Анны Градновой В баню водитель Skoda Rapid так и не попал Он рассказал, ехал по улице Габдулойтукая Вдруг на пересечении с улицы Парижской коммуны Прямо перед ним вылетел Volkswagen Tiguan Удар был очень сильным Не ожидал уж, конечно, откуда можно ожидать Благо, сами участники аварии серьезных травм не получили То, что Автоледи полностью признала свою вину, вероятнее всего облегчит процесс разбора в автоинспекции Анна Городова, Написоминязова, Константин Бушуев, Вызов 112 Газель въехала сзади в стоящий длинномер на улице Тецовская От удара кабина грузового автомобиля была разрушена Тем не менее, на водителя не было ни царапины Он объяснил, что попал в аварию из-за плохих дорожных условий Остальные подробности у Айрата Назипова Стояли, что ли? Стоял, да ДТП произошло возле грузового терминала Казанского вертолетного завода Возитель тягача собирался заехать на территорию предприятия Для этого дальнобойщику оставалось лишь повернуть налево, пропустив при этом встречный поток Нужного момента он так и не дождался Сзади в фуру въехала Газель Ничего, гололед просто, он уже ехал, все нормально Несмотря на то, что от кабины Газеля не осталось живого места, ее водитель не пострадал Мужчина не стал вызывать медиков и остался писать объяснение на месте в ожидании автоинспекторов Вас никто не подрезал? Нет, все нормально А какая скорость у вас примерно была? 40 километров Теперь с высокой вероятностью водителю Газель предстоит ремонтировать собственный транспорт за свой счет Учитывая полученные повреждения, ущерб может составить сотни тысяч рублей Фура при этом значительно не пострадала Аэроднозип, Фазат Самигулин, вызов 112 Сотрудники госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев смертельного наезда на 15-летнего подростка Трагедия произошла на перекрестке Юрсубайкино-Альметьевск 7 декабря минувшего года В районе 4 часов дня ребенок попал под колеса автомобиля ДЛСПР Водитель которого скрылся с места происшествия Позже предполагаемого виновника аварии задержали В рамках уголовного дела сотрудники ГИБДД ищут очевидцев А также просят тех, кто двигался по этой трассе в указанный период Предоставить записи видеорегистраторов Чемпион Татарстана по борьбе к ряш 70-х годов Наиль Зайнулин погиб, очищая крышу павильона на рынке в Нижнекамске Конструкция из поликарбоната не выдержала нагрузки И 67-летний мужчина провалился вниз Множественные переломы оказались несовместимы с жизнью Он скончался во время операции Павильон руководство решило разобрать В причинах трагедии предстоит разобраться правоохранительным органам Хонда и Мерседес сгорели дотла сегодня днем в набережных Челнах Инцидент произошел возле ресторана на проспекте Мира По рассказам очевидцев в одном из припаркованных автомобилях взорвался газовый баллон В итоге вспыхнувший огонь перекинулся на соседнюю машину Прибывшие на место пожарные сбили пламя В результате инцидента никто не пострадал Сейчас дознаватели выясняют истинную причину произошедшего Овощи, которые должны были пойти на приготовление школьных обедов Сгорели ночью в результате пожара на фермерском складе Сотни тонн продовольствия и три автомобиля оказались погребены под рухнувшей кровлей Рамиль Шайдулин продолжит Я полвторого приехал сюда Вот так дымился, тушили, тут пожарники были Ишат Камалиев, совладелец сгоревшего ангара Приехал сразу же, как только узнал о пожаре Огонь на его глазах уничтожал все Несущая конструкция не выдержала напряжения и рухнула Похоронив под собой не только овощи, но и три автомобиля На машине два трактора Он обогревался Он выключенный был Говорят Дежурный постоянно приходил, смотрел света Ни автомобили, ни продукции застрахованы не были В уголь превратились больше трехсот тонн картофеля Запасы свеклы и капусты Часть овощей должна была стать обедами для школьников Часть отправится в Краснодар Самые выращиваем, самые продаем, можно сказать Для садиков, для школ В конце февраля где-то уже отправлять начали Было как бы Заложенный картошкой здесь Краснодар, теплые края отправляем Сумма ущерба только от сгоревших овощей по примерным подсчетам составляет более 5 миллионов рублей Сейчас завалы 70-метрового ангара исследуют инспекторы пожарного надзора После чего сделают выводы о причинах пожара Рамиль Шайдулин, Александр Комаров и Рафаэль Ракипов Вызов 112 Это все, о чем мы успели вам рассказать Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 Или на мобильный 898-69-112-112 Это можно сделать и в наших группах В социальных сетях Туда же можно присылать и снятое вами видео В студии была Альвира Фазлиева До встречи и не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет Редактор субтитров А.Семкин